друзья я вас приветствую на канале о сложном просто меня зовут сергей сегодня будем говорить про архитектуру так или иначе получилось что немного вопросов вы прислали но они почти все два из трех как минимум про архитектуры и я думаю что это хорошо потому что раз программисты начали задумываться про архитектуру это 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 вектор правильный давайте покажу какие у нас сегодня вопросы на самом деле как я сказал немного всего лишь три и давайте не будем затягивать и начнем отвечать итак давайте начинать ну начнем с того что я напомню что для того чтобы не пропустить новые видео подпишитесь на канал если видео понравилось поставьте лайк в общем комментируйте пишите я иногда даже отвечаю стараюсь максимально быстро все поехали и так почему популярна green architecture на самом деле друзья давайте немножко вспомним про то что это такое как вы помните uncle bob так называемый в общем сделал какое-то предположение того как должна быть архитектура еще раз давайте начнем с того что архитектур бывает очень много они со временем меняются причем иногда диаметрально противоположно это я видел на собственном опыте так или иначе все архитектуры призваны улучшить разработку долгоиграющих проектов потому что любой проект который должен завтра умереть неважно какая него архитектура обычно архитектуру делают для того чтобы можно было поддерживать проще вносить изменения ну и в общем все это про это clean architecture не исключение более того она имеет очень простую собственно говоря концепцию когда у вас зависимости все направлены в одну сторону то есть извне от стрелочки вы показаны вовнутрь ну и если говорить более простым языком в общем есть такая штука думать да это область то есть предметная область есть вас аппликейшн это то есть чего собственно говоря состоит ваше приложение то есть процессы бизнес-логики есть инфраструктура обеспечивающая взаимодействие этих процессов и есть юали на которые собственно оттыкает пользователь так вот в clean architecture все направлено вот именно по этому сценарию причем некоторые штуки можно скипать например можно из юая напрямую дернуть какой-то процесс минуя какую-то инфраструктуру как в данном варианте так что же все таки из себя представляет это clean architecture и почему она так популярна во первых она очень простая тут нету много правил которые нужно соблюдать а то что есть правило которое говорит о направлении зависимости оно очень просто clean architecture решает одну очень серьезную проблему это проблема связанности когда у вас направление зависимости в одну сторону вам проще разорвать их чем если вы допустим какие-то циклические или еще что типа этого clean architecture легко следовать то есть правило но решается просто применяется собственно говоря на разных платформах на разных языках или вообще там допустим не на платформах и даже не на c-sharp в принципе можно применить на существующем проекте допустим есть у вас какой-то старый старый проект в котором какие-то связи которые могут там как-то циклично замешано быть в вашем проекте вот применяют эту архитектуру эти связи достаточно просто ну с точки зрения опять же банальной редицией применить на вашем существующем проекте то есть подключить эту самую теорию которая называется clean architecture также clean architecture может применяться как вами лично одним разработчиком так и в команде есть разные архитектуры но вот в том числе вот это вот не ограничено никаким рамками применения там в команде или единолично ну и наверное самый важный параметр это независимый домайн как вы видите стрелки все идут на него то есть предметная область у вас то есть так смотрите вы же пишете приложение для чего-то для кого-то или какие-то цели решаете какие-то задачи какие-то боли если хотите так вот это все крутится вокруг вот этого самого домайна то есть контекста применения или какие-то приметные области то ради чего ваша программа пишется она всегда независимо то есть оно может развиваться параллельно да то есть у бизнеса поменялись какие-то требования ваш домайн обновился но при этом зависимости прокинуты наверх то есть нельзя сломать изменив инфраструктуру ваш домайн вот про что речь ну и пришло время отвечать на вопрос 186 звучит он следующим образом расскажите пожалуйста что сейчас лучше использовать для доступной разработки на пьев аволонию используют электрон или что-то другое хороший вопрос друзья на самом деле и суть вот в чем смотрите все так или иначе смотрит в облако лежит в облаке подключается к облаку и когда речь идет о дестопной разработке это может быть как клиент который подключается к тому же облаку так и обособленное приложение которое через инсталляшки отправляется клиенту который вставит ну в общем даже сложно представить сферу где еще может быть такое ну использоваться хотя наверняка на есть я просто не знаю всего но если говорить про совет смотрите мне когда-то давно ну собственно говоря и сейчас нравился допиев и я точно знаю что на нем сделаны достаточно серьезные сложные проекты но тут речь идет о том насколько кроссплатформенно насколько вам обособленно нужно использовать какое-то определенное приложение ну то есть если вы хотите ограничить его использовать только под миндой ну пожалуйста так пиев тут как без вариантов если вы хотите использовать на аволонию то есть на допустим на линуксе запускать ну да наверное другой вариант если вы хотите чтобы на линуксе не на макос и на windows ну тогда другой вариант это первый вариант почему и как нужно выбирать второй вариант группа разработчиков который будет его делать насколько компетентны они да если у вас там 152 разработчика они все знают аволонию как вариант аволония если только допиев допиев если же у вас разработчики которые пишут аспд.тедкор плюс могут там электрон там я не знаю блэзер маюай ну третий вариант ну и лучше тут на самом деле все объясняется требования которые должны решать ваша система например на моей памяти был проект когда только через допиев можно было написать потому что ну в общем не важно смотрите нужно ориентироваться на то какие задачи перед вами стоят а платформа собственно говоря она может быть друг разная ну и собственно говоря может быть даже несколько платформ если говорить про концепцию clean architecture помните домайн и неважно какой у вас там архитектура ой неважно какая инфраструктура неважно какой юай в общем-то главное чтобы у вас был домайн правильно то есть предмет на область я надеюсь ты ответил на наш вопрос но если говорить про конкретно мои предпочтения ну я бы взялся за допиев но я не заказчик я разработчик не что скажет и пишет итак вопрос номер 187 какую архитектуру выбрать для большого проекта что лучше clean architecture или vertical slice architecture смотрите друзья тут ключевый момент в том что для большого проекта понятное дело если у вас какой-то то-до-лист то вообще архитектура никакая не нужна как говорится тяп-ляп в продакшн мягко выражаясь для большого проекта давайте так смотрите существует большое количество архитектур и вы наверняка про них про всех знаете но может быть я даже какие-то еще упустил если что напишите в комментариях я обязательно добавлю для следующих видео и суть сводится к тому что вы не сможете на одном большом проекте использовать одну архитектуру но объясняю например допустим у вас монолит это тоже же архитектура а почему в монолите нельзя использовать clean architecture можно а лэйрит architecture тоже можно а если допустим у вас микросервисы она может использовать event driven architecture конечно может и так далее и тому подобное суть сводится к тому что архитектуры они решают какие-то боли и вот эти боли призваны вам упростить жизнь нельзя сделать проект в котором залепить все архитектуры независимости от того нужны они или нет и жить при этом радостно поехали дальше если говорить про clean architecture то мы уже знаем что есть такое понятие юай и инфраструкция аппликейшн и домен и у них зависимости в одну сторону сверху вниз ну а теперь представьте что у вас допустим микросервисы в каждом из них вы принимает применяете clean architecture но это может быть и не микросервис это может быть какое-то допустим мвс приложение и тогда вот эта самая clean architecture превращается vertical если че то есть у вас vertical slice architecture получается на допустим razor page да вот каждый за реквест это такой слайс который инкомсулирует в себе часть вашего вот это вот архитектуры да clean архитектуры то есть концепции каждого реквеста реализуется clean architecture и есть ли у вас вот этот vertical slice architecture работает то есть мы разделили не горизонтально и вертикально то вы можете тогда на самом деле убрать где-то дома и то есть предметную область просто какой-то метод дернет какой-то собственно говоря процесс и при этом тот не задержит не затронет никакой предметной области или наоборот убрать инфраструктура когда с его и запускает какой-то процесс или в конце концов вы можете моделировать таким образом что и юань куда-то денется так вот вот это вот все есть посмотреть вертикально это как раз те самые vertical slice architecture но каждый из этих vertical slice реализован по архитектуре clean architecture суть сводится к тому что вот все плюсы от этого vertical slice что у вас в одном реквесте ну если мы говорим допустим про mvc или там razor page или какой-нибудь микросервис у вас все укладывается в концепцию request response то есть в одном реквесте задействовано несколько слоев или все слои и каждый из них реализует свой собственный так называемый подуровень да и screen architecture или не реализует и вы вот эти можете манипулировать настолько гибко что у вас нету связи между слайсами теоретически существует там какой-то инфраструктурной единицы например сервис до который вы можете дернуть в разных слайсов но это не та зависимость хотя можно наверное и так за зависит что потом не развисишь но в общем смотрите все хорошо в меру я думаю что я на ваш вопрос ответил вот на этом я буду с вами прощаться спасибо за хорошие вопросы смотрите нас на других каналах например дзен и в общем наверно что все пишите правильный код